Сегодня у Гомеля уручили у Знагороды переможцам областных конкурсов улепшая Назиральная комиссия и выратовальник года. Первые работают над попереджением небеспечных ситуаций, а другие приходят на допомогу, когда старается беда. С людьми, для которых выратование жития у безпека инших мают особливое значение, познайомилась Ганна Коральчук. С потенциально небеспечными ситуациями люди сутыкаются каждый день. Однако не все клопотятся про безпеку. Часом граждане допускают порушение элементарных правил, что приводит до непоправных наступствов. Спрацовать на опереджении задача Назиральных комиссий. Я наденечусь в регионе уже 7 год. В их составе выратовальники, представники ЖЭУ, милиции, газовой службы, установы адеквата, охоты здоровья и социальной обороны. За один день поспевают проверить до 20 кватер и приватных домовладаний. У центра уваги стан электропроводки, газового обсталявания и наявность автономных пожарных оповещальников. В смотровой комиссии города Мозырь работают небезразличные люди, которые болеют за свое дело. Все люди стараются помочь многодетным семьям, детям-инвалидам, старикам, пенсионерам. Мы приходим в каждую семью, в каждый дом, видим проблемы. И проблемы решаются своевременно. Поэтому я хочу отметить, что не надо бояться, когда приходит смотровая комиссия, открывать нам двери и ждать от нас помощи. А мы вас не подведем. Когда приходит беда, и сирот звычайных людей находятся соправданные народные герои, которые не проходят мимо. Эти люди становятся вратовальниками не по профессии, а по воле выпадку. Жихар Жлобина, Александр Лапсев, выратовал своих соседей, когда у них загорелся дом. Подбежал к окошку, посмотрел, там темно, задымлено было. То есть, ну, вроде силуэты как просматриваются. Я выбил окно локтем, залез туда, нашел там, лежал отец этой хозяйки. И она сама там сбоку лежала. А дальше был там, полыхал огонь такой, что невозможно было подойти. Ну, я посмотрел, оценил обстановку, что в это время можно просто спасти людей. И я их вытащил. В жизни всегда есть место подвигу. И я говорю, каждый год с 2005-го в номинациях определенных люди награждаются. Трудно войти в огонь, когда дома жена и сын ждут. Так вот, нам спасателям, государство у нас профессия такая, спасать таких людей. А когда человек без определенной подготовки, рискуя собственной жизнью, спасает человека, ну, дай бог ему здоровья, что такие люди есть. Подчас мероприемства так само узнагородзели керавников предприемства, которые клопотятся об охове працы и активно удельничают о пропаганде безопасности житсадейности. Узнагороды отримали и педагоги, которые працуют с детьми в клубах юных воротовальников пожарных. Работа этих людей каждый год приносит свой плен. Мы проанализировали статистику. За последние пять лет мы в два раза снизили смертность людей. В два раза. То есть в 2010 году, в 2012, это было порядка 170-180 человек. Сегодня мы снизили до 80. Детей спасли тоже порядком, мне называли цифру, 500 только детишек, благодаря вот этим совместным мерам. И хочу сказать, что если даже мы сможем спасти одного человека в год, значит мы работаем не зря, значит мы правильно работаем. Ганна Корольчук, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель».